Сегодня я не буду слишком растягивать, а покажу всего одну операцию, операцию по приделыванию маленьких боковых плавничков к телу рыбки Селены, которую я клею из папье-маше. Приступим. Готовлю всё необходимое. Бумажную массу. Ссылка на рецепт будет у меня в описании. Аналог плотного ПВА, который для столярных работ. Канцелярский нож. Сделать пару надрезов. Карандаш. Это для разметки. Инструменты для нанесения бумажной массы на поверхность. У меня это деревянная шпажка и дот с маленьким шариком. Ну и прежде чем начать, хочу показать, что я ещё подготовила. Сейчас мне это не понадобится, но на следующем этапе – да. Позже я планирую украшать рыбье тело, в том числе бусинами. И мне нужно, чтобы эти бусины хорошо держались, хорошо были закреплены. Поэтому я заранее пришила их к влажной тканевой салфетке. Пришила и тщательно пропитала салфетку ПВА. Удобно это было сделать сейчас, пока слои бумаги сохли. И вот показываю, показываю, что у меня какая подготовка попутно проходила. Но вернёмся к плавникам. Вот они у меня лежат, ждут своего часа. А как я их делала, я показывала в одном из предыдущих видео. Прикладываю, думаю, где их лучше разместить. Теперь делаю разметку карандашом. А ещё я думаю, что тело будет украшено разными текстурами, и бусинами, и другими всякими декоративностями. Так что делаю разметку с учётом этого. И вот, собственно, обозначаю, где именно будет крепиться плавник. Делаю это, разумеется, с обеих сторон. Плюс смотрю, чтобы было симметрично. Беру канцелярский нож, делаю аккуратный надрез. Надрез чуть длиннее, чем ширина плавника в той части, которая будет входить в тело. А теперь, я не сказала про это заранее, но не суть, я беру что-то, чем можно слегка расширить отверстие. Расширяю. Мне нужно, чтобы плавник хорошо вставлялся. Вторая сторона тоже самая. Рассматриваю плавники и выбираю, какая сторона мне нравится больше, какую сторону сделать лицевой. Забираю на кисть клей и наношу его на плавничок. Вот так, с двух сторон, довольно жирненько. Вставляю плавнички в отверстие. Немного с усилием. Всё должно сидеть плотно. Ну и убираю кистью излишки клея. Абсолютно то же самое, с другой стороны. И, конечно, проверяю, симметрично ли вышло. Как только всё подсохло, смазываю поверхность клеем. Беру каплю бумажной массы и заполняю ею стык. Также лишнее я убираю. Утрамбовываю. Делаю плавный переход к перепонкам на плавниках, как бы повторяя их форму. Сейчас эти повторения, повторения линий, не очень заметны, но в готовой работе очень важны все эти линии, все эти переходы от одной текстуры в другую. Так что уделяю им достаточно много внимания. То же самое, конечно, делаю с другой стороны. Готово. Отправляю сушиться на своё рыбовое дерево. С нетерпением жду следующего шага, когда можно будет уже, наконец, приступить к декорированию тела. Использовать все мои заготовки. Ну и благодарю вас за просмотр, а также за подписки, за комменты. Приглашаю всех к себе в Инстаграм и в Тележку, или, может быть, даже в Фейсбук. А на сегодня это всё. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!